В тематике, если человек причинил зло другим из-за своего психического заболевания, получает ли он прощение? Что происходит с душой такого человека, если он не может ни исповедоваться, ни причащаться? Хорошо говорит. Ну, вот, мы понимаем, грех это всё-таки как сознательное нарушение определенного закона, да? И мы несем ответственность за такое нарушение. Вот, ведь, как говорит святой Исаак Сирин, он говорит, что это рано, которую наносит грешник сам себе. Да, правильно говорит. То есть мы делаем сознательно, и мы знаем, что вот, ну, уже когда совершаем грех, что нарушает тот или иной закон. Вот она, моя любимая стела. Все две стелы, стела Земля и церковная стела. Что он делает. Поэтому ответственности за совершенное он не будет нести. Ведь даже, ведь не случайно, да, самоубийца, если он психически нездоров, да, и есть это вот там отозрительство определенное, церковный устав разрешает христианское погребение. То есть он разрешается от пивания, да, ну, с благословения того. Начал с того, что нельзя воздавать злом за злом. Совершенно правильно. Комиссию, и вот получается разрешение, и тогда... Исключительно долготерпение и добро. Нет, он хоронится на кладбище, ему поставят крест там, как положено, там, крестьянин. Потому что действительно он не может нести ответственности за совершенное. В том числе и вот за вольное такое вот убийство себя. Ну, понятно, что степень психического заболевания бывает разная, как и в любом заболевании. Некоторые больные причащаются и допускаются, кстати, вот и без исповеди это делать для больных людей. Потому что они, ну, покаяние не могут принести. Они не осознают вот различия между, там, отнести степени, да, своего раздупка на грех или не грех. Поэтому искреннее покаяние у них не получится. Но к причащению... Адский голод неприятного завода. Вот, а потом нам, конечно, еще нужно уметь различать, различать психически больных людей от одержимых злым духом. Вот это все-таки надо помнить, кстати, это не одно и то же, во-первых. Во-вторых, это довольно редкое явление, одержимость. Вот, и случается все-таки по упущению Божьего. Ну, это уже другая... А, одержимость, это тоже моя тема. Я спрашиваю больного, там спрашиваю, а что происходит в душе, ну, и при жизни, и после того, как она с телом разлучится. Ну, знает один только Бог. Ну, на этот вопрос, мне кажется, невозможно ответить. Мы говорим, что здесь, в этом мире, когда больной переходит, там, обращается за причащением, там, забором.